И снова всем привет! Сегодня суббота, у свинок завтрак уже в разгаре. Шушка Пао завтракала и дрыхнет немножечко, дремлет вернее сказать. Вот она моя мышь, Шундрия. Шушундрия меня услышала, опять проснулась. Нет, всё, Ашпи, ты кормилась, у тебя всё есть, все вкусняхи, отдыхай. Вчера я с ней вечером погуляла, сейчас покажу. Вот мы гуляем с Шушечкой, уже гуляем, наверное, минут 10. И погуляем ещё, да, ей нравится. Пусть нагуливается моя кыца серая. Так шиншилки купаются, кто не видел. Это они купаются в песочке, специальный песочек с вулканических пород, хотела сказать. Короче, вулканический песок, какой-то мелкий, необычный, который в песочницах, продаётся в зоомагазинах. Это я для тех, кто не знает, объясняю, да. И Шушки в этом песке чистят себе шёрстку и становятся пушистые, потому что шиншиллы в воде не купаются. Были такие случаи, что отпускали шиншиллу, допустим, по квартире гулять, она заходила в туалет, прыгала в унитаз, чтобы посмотреть, что там такое. И шиншиллы тонули, потому что мех у них сильный, быстро впитывает влагу и становится очень тяжёлый, что шиншилла даже не может выкарабкаться. Шуша, ты мне сейчас там всё порушишь, она хочет куда-то повыше. Прыган в мешок с сеном, там сено твоё. Нет, не надо мне тормозунку есть. Ой, козуля. Здесь всё шушкинское, ветки. Тут воронежское сено. Так, иди сюда, порналазь её со второй лоджии. Смотрите, тут у неё чайок стоит, с каркады. А, вкусный чай. Ай-ка-яй, ай-яй-яй, вкусный чай, вкусный чай. Здесь, кстати, рыба висит, окуньки. Не знаю, кто его будет есть. Я вяленую не ем, муж ест только редко, ну, стрескает потихоньку. Или угостим кого-нибудь, да. Что ты прищурилась? Ты что прищурилась? Моя мысандрия. Интересные, конечно, очень зверьки. Такие забавные для наблюдения. Но, ну-ка, кошку не потискаешь, не погладишь с ней, не поспишь. Хотя мне подписчики на канале Елены Зверятое писали, что бывает, что шиншилки с ними спят. Но, мне кажется, это редкий случай. Они не ручные. Всё-таки дикий зверь. Да. Ты мой хороший такой дикий зверь. Ты дикий-притики. Она, когда так сидит, кажется, такая толстенькая. На самом деле, она не толстенькая, не худенькая. Нормальная шиншилла, просто пушистая. Так, как клубочек просто. Ну, как клубочек. Шарик. Моточек. Ты моя прелесть такая. Не могу я, какая ты красивая. Скажите, правда, красивая? Напишите, пожалуйста, в комментариях нам, чтобы нам было приятно. Я шушу от вас передам. А это шуша после прогулки. Мышку рубит. Услышала мой голос. Сейчас уснёт. По-любому. А на завтрак у нас сегодня аичница с деревенскими яйцами, помпадорками. Осталось ещё немножко яичек. Вот. А столько. Всё уже стрескали. Ну, угощала, конечно. На улице сегодня у нас ничегошно, нормалёк. До плюс одиннадцати сегодня обещали. Это не то, что три дня подряд ноль, плюс три, и шёл снежок. До работы не доехала. До работы долетела. На дорогах чисто по субботам. Нормальные люди большинство отдыхают. У кого график пятидневка. Ну, есть такие, которые работают. Хотя у меня тоже пятидневка. Только выходные среди недели. Лена уже отработала. Позвонил муж. Сказал, что забрал с ремонта Кёрхер. Так что я еду в гараж. Сейчас к нему мыться. Ремонтировали больше недели. Так долго, потому что... Потому что их было много там. Он сказал, целая батарея Кёрхеров стояла. И сейчас поедем на кольцо. На кольце там авария. Сначала я увидела в группе ВКонтакте. Потом приехал Михаил Николай. Сказал, что да. Там крузак с какой-то шевролюхой. Джипом. Встретились. Терпеть не могу. Это кольцо. Постоянно на нем машины бьются. Много не знают, кто правил. Как перебещаться. Передвигаться по этому кольцу. А кто-то просто вновь подрезает. И по этому аварии там бывает очень часто. Там даже скорая, сказали, была. Видимо, все серьезно. Так, смотрим. Смотрим. И ничего не а. Вот вижу. ГАИ стоят. Видимо, уже давненько они тут стоят. Ага. Все. Понятно. Вот Тойота и вторую. Хорошо врезались. Вот так вот и не соблюдая правила. Такие машины дорогущие. И мороки теперь сколько. И головные боли. Приехала гора закрыт. Мужа нету. Звоню ему. Говорит, иду. Я говорю, ага. Приходи в гости, когда у меня дома не будет. Так и он. У Сашки там, наверное, кофе и распивал. Ну и что, сказали, с кефером было кофе. Да ничего страшного. Поменялись. Кого. Все. Старик. И ничего даже вкусненького нету. Одни мазюкалки. Газ. О, заработала. Сначала облил водой. Теперь обливает химией. И пошел процесс умывания. Я не вылажу, чтобы меня не забрызгали. Ну, все ли, она чистая. Осталось только просохнуть. И все. Пока муж там переодевается и переобувается. Я сейчас езжу. Сдам его куртку и мамины сапоги в ремонт. Потому что вчера я забыла. Потому что у меня скили роз. Так, вот она мастерская в доме, старца. Кто не знает, тут не найдет. Обуви, одежды, зонтов. Короче, я туда попала. Для жителей моего района это Героев Рыбачева 54, если кому интересно. Здравствуйте. Мне надо ждать сапоги, набойки и курточку. Сапоги на набойки, на обои сапога. Так, сюда не надо? Ну, сделайте, чтобы хорошо было. Это я мамина принесла в ремонт. Сюда тоже надо? Давайте, давайте. Я узнаю, есть профилактик. Да, здесь замочек, там зубчики выскочили. Мужкая, да? Мужкая. Скажите, пожалуйста, вы хотите что? Пластмассик? Я не разбираюсь, честно говоря. Разве, тут планка еще. Как он ему не мешал, бегунок. Понимаете, что бегунок будет ходить, не мешал. И снова я молодец, вытащила себя на прогулку. Потом скажу себе спасибо. Когда нагуляюсь, самое главное выйти из квартиры. А потом уже пойдет само по себе. Муж у меня в ночь на работу. Еще это у меня повод пойти погулять. Потому что, когда он дома, ему скучно. Это я люблю побыть дома одна. А он у меня товарищ общественный. Ему нужен коллектив в качестве меня. Поэтому сейчас погуляю немножечко. Выгуляю себя. Я оставила дома на Загрубске два видео на завтра на оба канала. Ну, а потом приду домой. А, кстати, еще Оля должна позвонить скоро. Сказать, во сколько машина завтра. Ну, наверное, как обычно. Оля у нас последние два денечка работает. Потом в отпуск на целых 52 дня. Как будет у меня с выходными. Анютки пока еще толком не знаем. До конца не определились с директором. Ну, скажет потом. Там, где лазят детки, вверху висели башмаки. Или кроссовки, или кеды. Не знаю, как правильно сказать. Кеды, наверное. Сейчас поглядим. Висят или сняли. Ну-ка. А, вон они висят. Как висели, так и болтаются. Вон они. Некому снять. Эта лестницу надо. Утки снова все на своих местах. Мне кажется, они даже подросли. Были все такие мелкие. Сейчас, гляньте, какие здоровые. Или мне так кажется. Вон цветной такой красивый. Ладно, сегодня тут торчать не буду. Пойду, наверное, на конечную в ту сторону. Там конечная маршруток, автобусов. Схожу еще туда прогуляюсь. А впереди-то барабак сколько? Одны барабаки. Там, видать, знакомые поговорили. За угол зашли. Детский городок пустует. Днем тут, наверное, народу полно. Тем более, сегодня суббота. Пока шла, позвонила Ольчик. Сказала, что завтра к 7. Я люблю, когда к 7. Тогда все вовремя заканчиваем. Все как по плану. Не люблю, когда какие-то сбои в работе. Ну вот, куда я дошла, пришла. Здесь хорошо. Здесь я прошлым летом после работы приходила. И прямо здесь на бережку загорала. У меня даже такие красивые фотографии получались с этой природы. Там люди тоже отдыхают. Шашлычки, видать, делают. А мы посмотрим на уточку. Стоим, да? И на 5 без корма. Надо что-то вам покупать, ходить. А я забываю. Ути-ути. Ути-ути. Там больше. Здесь немножко. И гляньте, как воду рассекают. Красиво. Вот сколько уток. Хорошо вам тут. Дом красиво в воде отражается. Там какие-то барабаки тут тоже бродят. Ну, эти бесхозные, бездомные. Я уже так долгенько постояла. Вот замерзла. Сейчас потихоньку буду идти обратно. Гляньте, какие красивые. Такие прям. Они, видать, растут и меняют окраску. Они были какие-то серенькие. Вот сейчас какие-то вот с беленьким прямо. Какие. Когда приближаешь, экран моргает. Не моргает, а гуляет. Когда сильно близко. О, плывем как. О, красота такая. Лена, походу, следит, как они растут. Со своими прогулками. Я уже дома. Погуляла, наверное, минут сорок. Я думаю, это хорошо. Завтра раненько вставать. Отправляюсь-ка я спать. Нет, шучу. Спать, конечно, не пойду. Но с вами я на сегодня прощаюсь. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписались, жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех событий. А я вас всех люблю. Всем пока и до новых видео.